Занимаемся выращиванием семеноводством зимой пшеницы. Селекция национального центра зерна имени Лукьяненко. Что по этому году? Многие уже отметили его необычность и специфичность. Начальный период осенне-зимний был в принципе довольно нормальный. Мы накопили влагу, мы смогли накопить. И по сути на этой влаге, на зимней влаге мы и получили урожай. То есть дожди более-менее существенные пошли в мае уже, где-то в начале мая, порядка 60 миллиметров. Это уже было более поздно. Что касается весеннего периода вегетации, тоже были проблемы. Такие, конечно, радикальные заморозки, их у нас не было. Но снижение температур и где-то в разных зонах и до минус 0,5, минус 1 тоже проходили. И растения отреагировали. Разные сорта по-разному реагировали. Но проявления были и желтые кончики листьев. В этом году это было явно видно. И задержка роста. То есть растения были довольно долгий период. Как будто карликовые казались. Ну, потом, в принципе, цветение прошло хорошо. И в период цветения тоже погодные условия были, в принципе, довольно неплохие. Такое даже снижение температур было. Такое лояльное, хорошее было цветение. Что по результатам. Значит, год, в принципе, довольно неплохой. Конечно, хочу отметить сразу наш, один из любимых сортов, это Таня. Конечно, на 2,5 тысячи гектаров мы получили 88,5 центнеров. В принципе, довольно неплохой результат. Ахмат 92,7 центнеров, Безоста 72, Диланчик 73, Манна 91, Победа 75, 91,5. Сабербаш, ну, Сабербаш в этом году, ну, как бы он сильно, продуктивностью большой не отличается, но урожайностью 68 центнеров. Таня очень стабильная. От 76 до 90 и 98 центнеров, когда были. Очень порадовала школа, средняя урожайность 90 центнеров, степь стабильная, 80, в районе 85 центнеров. Из новых век, 91, значит, Гомер тоже были поля до 90 центнеров. По агрофаку, ну, надо еще его смотреть. Кольчуга, однозначно, себя в этом году очень хорошо проявила, хотя, в принципе, и, так скажем так, вид ее был не очень прям такой воодушевляющий, но очень хороший результат. 91 центнер в среднем мы получили. Алексеевич в этом году стабильным оказался, 85 центнеров, значит, веха 81, ну, Граф Федор, более, конечно, позднее. Здесь немножко результат, ну, не очень хороший, как бы, в районе, там, 70 центнеров. Вот, и Гром тоже хороший, оказался стабильным, 92,2 центнера. Что касается по группам спелости, то все-таки правильно подтверждают, что средне-ранние и средне-спелые, это самые продуктивные оказались в этом году. Скороспелые, Лиланчик, Арена, ну, Арена, в принципе, тоже порадовала. Это хороший результат, и протеин, ну, качество вообще в Арене было, ну, в этом году высокое, очень хорошее. Почти 14 протеин, Натура 790 и Кликовина 28. Вот, ну, Лиланчик тоже, в принципе, в районе 13, и примерно такие же результаты. Просто урожайность была пониже, конечно, 73 центнера, по Лиланчику вот так. По, что касается протеина, хороший протеин показала Безостая, Лиланчик, Победа 75, Велена, Век 13,5 и Арена. Это вот по протеину. В этом году очень большая натура зерна. Порядка от 750 до 820 на сорте Алексеевич, 821 натура зерна. Так, ну, и по предшественникам еще хотел отметить, значит, по сои получилось 84 центнера, по сахарной свекле средняя 77, по рапсу 78. Хороший результат по подсолнечнику на зерно 94, по крупноплодному 85, по многолетним травам у нас был питомник посеян, норма высшего 50, поэтому, ну, 74 в среднем получили результат. По кукурузе носилось 89 центнеров, средняя урожайность, по кукурузе носилось 86, горох 85. Ну, вот такие вот, в принципе, результаты по уборке 24. Азима смазанная, в каком плане? Ну, 11,5 тысяч гектар земли, 5,5 из них азимых зерновых. Ну, 7,7 тысяч, это подвергность градобою в разной степени, поэтому, ну, объективность и достоверность данных, ну, может быть, азимы по азимы не сеете, азимы по азимы? Нет, азимы по азимы нет. Категорически вредно для нас. Почему? Ну, мы семенаучское хозяйство, и вирусы присутствуют, поэтому... Товарно-пассивы не стоит? Нет. Нет. Он всего борода хватает, зачем? Ну, это секунде всего борода, поэтому мы его размещаем. Да, для чего? Да. И что и особенность интересная в этом году была, ну, мы, когда вот в апреле месяце вот эти были повышенные температуры, да, воздушная засуха, и растения посбрасывали побеги. У нас было по 3-4 побега продуктивные, а потом по существу остался один продуктивный побег. Ну, это вот 500-700 растений на квадратном метре. Ну, мы думали, что приуныли, плохо нам жить дальше. Ну, в конечном итоге результат хороший получили. То есть продуктивность колоса была высокая, масса тысячи семян, натура тоже. Средняя по хозяйству мы 85 центов. Ну, масса тысячи от 40 до 52,9. Вот сейчас, вот мы начинаем, это очень высокая. Что еще интересно хотел отметить в этом году, ну, погодные условия, конечно, тут тоже повлияли, но растения были полностью практически чистые и без поражения болезнями. То есть от нижнего яруса до верхнего вообще практически ничего не было. Ну, соответственно, фузариозом, ну, вообще, так сказать, я говорю, никто слова в этом году, да, о фузариозе и не сказал. Его и не было, по сути. И тоже очень повлияло сильно это на развитие и, в принципе, на неплохой урожай. Соответственно, я к чему-то говорю, что если бы нам удавалось каждый год, каждый год при разной степени увлажнения, при разных условиях, вот так же выращивать растения, то есть, чтобы они были абсолютно чистые, без всяких патогенов, листовой аппарат работал. Тем более мы применяем карбамид, работаем на качество. И в этом году вот все-таки крайнюю обработку не стали делать, перестраховались, потому что условия были уже как бы такие, и дождя не было, и решили перестраховаться. Поэтому, может быть, я считаю, даже здесь немножко мы ее в качестве потеряли. Значит, я всех коллег хочу поздравить с окончанием жатвы. На сегодняшний день Ставоколия закончила уборку с результатом 7,8 миллиона. Всего лишь на 500 тысяч мы намолотили меньше, чем в прошлом году. Что касается нашего хозяйства. Мы получили в этом году рекордный урожай за всю историю нашего хозяйства. А зимой пшеницы мы намолотили по 46,3 сантиметра с гектаром. Ну, чтобы многие понимали, мы находимся во второй почве на климатической зоне Ставоколия. Это засушливая зубдона. Количество осадков, которое у нас выпадает 300-350 миллиметров. Вот, темно-каштановые почвы. Ну, я бы хотел начать прежде всего с твердых сортов пшеницы, которыми мы занимаемся на больших площадях. И в этом году площадь по твердыми сортами у нас составляла 2240 гектаров. Намолотили мы ее со средней урожайностью 43,6 сантиметра с гектаром. Ну, чуть-чуть менее 10 тысяч тонн. И здесь сортовой у нас набор представлен тремя сортами. Это два сорта зерноградской селекции, амазонка и яхонт. Урожайность сложилась по амазонке в пределах 45 сантиметров с гектаром, по яхонту 42 сантиметров с гектаром. И стабильно хорошие у нас показатели, высокие показатели по сорту в одаре краснодарской селекции. В этом году урожайность составила 44 сантиметра с гектаром. В этом году мы успели убрать твердую пшеницу до осадков. Там были кратковременные у нас, но которые не повлияли на качественные показатели, в первую очередь на стекловидность. Что касается мягкой пшеницы, то здесь мы, как говорится, не кладем яйца в одну корзину и занимаемся выращиванием сортов трех селекций. Это Краснодарская, Зерноградская и Ставропольская. Хотелось бы начать с сортов селекций Национального центра зерна имени Лукьяненко. По ним сегодня у нас такие результаты. На первом месте сорт Еланчик с показателями 61 сантиметра зерна. Баград 55 сантиметра зерна. Бумба 53 сантиметра зерна. В этом году, как и у всех, просели сорта среднеспелой группы. И поэтому Манея сорт нам показал урожайность 46,7 сантиметра зерна. Победа 75,040,8 сантиметра зерна. И также забыл упомянуть сорт Гром, который мы на протяжении многих лет высеваем на больших площадях. И в этом году у нас занимал порядка 2000 гектаров в хозяйстве. Урожайность составила от 45 до 51 сантиметра зерна. Почему такой разбег по урожайности? Мы территориально ограничим, можно сказать, с двумя почвенно-климатическими зонами. Поэтому там, где была суша, конечно, урожайность меньше. И старый, как говорится, забытый сорт Колым нам в этом году обеспечил урожайность 49 сантиметра зерна. Сорта Зерноградской селестии у нас было представлено 4 сорта. Львидирует сорт Лилит с урожайностью 53,2 сантиметра зерна. Сорт Красодона с урожайностью 51,1 сантиметра зерна. И также сорт Юбилей Дона с урожайностью 48,3 сантиметра зерна. По сорту Жаворонок мы получили урожайность 42 сантиметра зерна. Но по зерноградцам вот такая картина. И что касается Тавропольской селекции, здесь в лидерах сорта Лим 50 сантиметра зерна. Но при хорошем качестве клейковину мы на нем получили 29,5%. Протеин около 16. И также выделились сорта Виктора Ивановича Ковтуна. Новый это сорт Морец 48,7 сантиметра зерна. Сорт Арсенал и Люда, который показали 47,46 сантиметра зерна. Но чтобы было понимание, то есть на этих поселах, где были размещены эти сорта, это были семенные участки, они заняли первые места Арсенал и Люда. По сорту Батя Ставропольская у нас провал в этом году. Во-первых, произошел на нем сброс колосков, и через зернеца страшная, поэтому урожайность там не превышала 40 сантиметра зерна. 39-40 сантиметра. Ну, это что касается сортам в разрезе селекции. В целом, наше предприятие входит в состав агрохолдинга «Энергомеры» и занимает 38, больше 38 тысяч гектар площади. Из них около 20 тысяч отведено под севозимой пшеницей. 2,5 тысячи гектар в текущем сезоне были заняты семенными посевами. Ну, сразу давайте перейдем тогда к условиям этого года. Они у нас были достаточно сложные. У нас есть некоторые минусы той зоны, в которой мы располагаемся. Хоть несмотря на то, что средне-многолетний гидротермический коэффициент достаточно высокий, 0,7-0,9, но зона неустойчивого увлажнения, и, к сожалению, неустойчивость это проявляется в неравномерном распределении по временам года осадков. Но и мало того, что по временам года даже внутри одного сезона, пусть это будет осенний или весенний период, очень неравномерно попадают осадки. Как правило, характер этих осадков ливневый. В этом году у нас несколько раз был град дважды, из-за чего мы получили небольшие, до 2 тысяч гектар повреждения на посевах Азима пшеница. Но так или иначе, среднегодовая сумма, если мы берем условия сезона осеннего, весеннего и зимнего периода, среднегодовая сумма осадков не сильно отличается от средне-многолетних данных, но примечательно, что осенью и зимой накопление осадков было больше, зато половина нормы наших средне-многолетних осадков не выпала весной, которые нам так нужны были, и уже боялись, что нам каюк, проще говоря. Распределяется у нас Азимая пшеница. В основном по трем предшественникам большую площадь занимает. Это горох и 6,850 гектар, подсолнечник 6,226 гектара, Азимая пшеница 5,672 гектара. И оставшиеся небольшие площади, это лен и Азимый рапс, совместно занимает чуть больше тысячи. Сорта у нас возделываются исключительно Краснодарской селекции, Национального центра зерна Лукьяненко. Ну и наибольшей производственной площади у нас занимаются сортами Таня, 5,183 гектара, это 26%. Юка занимает 3,136 тысяч гектар, Алексеич 3,033 гектара, Граф по полупару 2472 гектара. Ну и, собственно, средняя урожайность Азимой пшеницы по данным предшественникам представлена перед вами. Почему выделяется так сильно Ахмат, 72,6? Ахмат у нас был расположен исключительно по предшественнику горох на площади около 1300 гектар. Вот в этом году крупноколоссый граф у нас просел по предшественнику пшеница, дал наименьший уровень урожайности, поэтому мы не заметили разницы. У нас прекрасно себя показала Таня стабильно по гороху, она одна из лидирующих позиций занимает со своим урожаем. Ну, особое место, конечно, Азимая твердая пшеница, сорт Одери, потому как занимает она у нас немного площади, всего 499 гектар в этом сезоне, но при этом урожайность ее приятно удивила, но опять же располагали мы ее по предшественнику гороху, то есть предшественник достаточно хороший. Ну, у нас не было понятно, что еще есть. Да. Мы, если честно, были, мягко сказать, приятно удивлены, потому как в весенний период, ранней весной, этот сорт был первый, который вызвал у нас опасения. Очень большое количество растений было поражено фузориозной покорневой гнилью. Прям на глазах стали посевы просто желтеть, погибать, и у агрономов руки опускаться. Было с нами вообще проведено первая нулевая, так называемая, фунгицидная обработка совместно с подкормкой. Что повлияло? Фунгицид, ну, мы предполагаем, что, может быть, фунгицид просто поддержал иммунитет растения, и дальнейшие условия благоприятные, и подкормка, пшеницы своевременно сделали свое дело, и пшеницы просто помогли выбраться из такой патовой ситуации, когда растение просто на корню гибло и сохло. И, собственно, стеблистой был небольшой, но колос у Одери в этом году был на зависть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!